Привет всем! Итак, друзья, вот у меня такое вот дерево доздыхивающее, попросту говоря, по-народному говоря, его обозвали долларовым деревом, но что-то оно так сильно начало сдыхать. И тут у него пошло гниение. Один листик отпал. Видно, его перелили и все, начал интенсивно портиться. Один листик отпал. Эти листики стоят, я не знаю, если честно, что с ними будет, я буду за ними наблюдать. Если они будут где-то дальше портиться, подгнивать, все, пущу на колбасу и буду пытаться вырастить из черенков его заново. Листики тут пока хорошие, если они не погибнут, я вовремя его попытаюсь размножить. Может что-то получится, не знаю. Тут еще такой маленький, ему года три, как видите, медленно очень растут. Этот сломался листик изначально. Вот я его скотчем заклеила, и так он у меня года три прожил. И тут пустил, судя по всему, эту шишечку. Клубень, вот, я думаю, пора этот клубень тоже укоренить, сделать так, чтобы он пустил корни и можешь с него что-то вырастить. Вот, собственно, тот листочек, который отпал. Он туда сгнил и продолжает гнить, пока он весь у меня не превратился в такой ужас. Я хочу порезать на колбаске, сделать такие черенки и попробовать рассадить его с черенками. Листья пока еще более-менее не отпадают, крепенькие, может что-то получится. С помощью канцелярского ножа я вот, вот, вот так вот, коротенькие черенки, вот такие по два листика поотрезать и дать этим, скажем так, черенкам пару часиков отдохнуть на свежем воздухе и потом укоренить либо в специальном растворе, либо в активированном угле. Итак, смотрите, вот я порезала, такие прямо коротенькие они должны быть. Пару часиков они должны полежать как на воздухе. Вот что осталось. Вот такая печаль совсем. Тут активированный уголь. Я его раскрашу и помажу с двух сторон. Так, идеально было бы их посадить в пластмассовые такие стаканчики с увлажненной слегка земелькой, но у меня нет такого, поэтому я приготовлю два таких горшка напополам. Я вот так вот половину там, половину там. Итак, друзья, прошло пару часов. Вот они подсохли. Я уже подготовила уголь. Вот два горшочка. Что я делаю сейчас? Тут субстракт у меня и земля, и песок, и универсальный. Тут все вместе. Более такая почва рыхлая. Я ее увлажню чуть-чуть. Поливать не буду, только сверху побрызгаю. Беру наш отрезок и вот так вот макаю уголь. Проделываю с каждым отрезком. Нужно брать, я уже ранее говорила, любой укоренитель или же уголь. У меня укоренителя нет, у меня есть только уголь. Я его и беру. Наша верхушка. Так, хорошенько, это проделываю с каждым. Все, они готовы. Теперь я буду каждый отрезок углублять в землю. Вот так вот полностью хорошенько, чтобы полностью было погружено в землю. Здесь поместилось четыре штуки и осталось, и осталось тоже четыре штучки. Они пойдут сюда. Все, друзья. Вот, посадила. Теперь я с помощью салофана сделаю тепличку. Смотрите, я натянула этот салофан, встреч лента еще ее называют, пищевая пленка. И три дня я его не раскрываю, не трогаю. Через три дня я открою его подышать и спрызну водой. Поливать не буду, а просто нужно сверху намочить будет грунт с помощью распрыскивания. Теперь то же самое я сделаю с этим горшком. Итак, друзья, все сделала второй. Также накрыла встреч пленкой, пищевой пленкой и оставляю на три дня. Через три дня я к ним вернусь и покажу, что с ними происходит. Высохли они или нет, погнили или не погнили. Но надо ждать два-три месяца, чтобы образовались клубни. С клубнем пошли корешки и потом начали расти веточки. Так что это такой длительный процесс. Итак, друзья, прошло три дня. Видите, что конденсат там есть. Сейчас открою и посмотрим, в каком они состоянии. Так, все живы, все здоровы. В принципе, в хорошем состоянии. Надо открыть теперь подышать им. Что тут у нас. Тоже в неплохом состоянии. Почва такая, немного как краса, как будто сверху. Теперь пусть они пару часиков постоят в таком виде, проветрятся. Я спрысну их водой и обратно закрою. Пару часов прошло. Они подышали. Теперь я вспрыскиваю. Открою пленкой. Создаю тепличные условия. Завтра я также на пару часиков открою. Буду смотреть, в каком состоянии. И опрыскивать грунт при необходимости. Если он будет сильно сухой, буду опрыскивать. Если будет еще влажноватый, то уже не буду опрыскивать. Просто ставить чуть-чуть их на проветривание. Хочу вам показать, что полтора месяца назад я в пластмассовой стаканчике посадила по листочку. У них такой вид уже завявший. Я думаю, если честно, что там уже пропало все. Но нет, смотрите. Вот, пустила шишечку. И от шишечки идут уже маленькие корешочки. И тут. Я их интенсивно не поливала. Я просто опрыскивала их водой, когда видела, что тут совсем сухая уже земля. Прям вся она высохла. Я сверху опрыскала ее водой. То есть не поливаю, не заливаю, просто опрыскиваю. Вот эти листочки, как вы помните, я посадила в горшочке. И неделю примерно они у меня были покрыты. То есть, такая своего рода теплица. Каждый день я открывала на проветривание. Видела, если грунт сухой, опрыскивала водой. Потом через неделю я открыла и решила их уже не покрывать. Так как заметила, что достала один цветочек. Ой, достала листочки. И обратила внимание, что здесь вот пошло гниение. Я решила оставить уже их так в открытом грунте. Не покрывать ничем. Каждый листочек я проверяю. Тут еще более-менее глухо. Так, это у нас была верхушка. Верхушка еще нормально себя чувствует. И возможно, тут будет образовываться шишечка. Ну, то есть глубень. Я ее так оставляю. Каждый посмотрю, где есть интенсивное гниение. Я буду убирать. Тут с одной стороны непонятно. С этой стороны, возможно, будет шишечка. Я оставлю. В каждой листики буду проверять. Тут непонятно еще пока, как он себя поведет. Буду смотреть. Грунт абсолютно сейчас сухой. Присутствует какая-то влажность. На пальцы хватается, но такой суховатый. Скорее всего, здесь тоже придется отрывать. Ну, посмотрю. Посмотрю. Еще за этим понаблюдаем. Так. Ну, это такой процесс какой-то там происходит. В какую он сторону идет, пока непонятно. Пока так оставлю. Хорошо. Хорошо. За этими я, ладно, понаблюдаю. Зарую их назад. Пусть сидят. Через неделю я к ним вернусь. Выкопаю. Посмотрю, что там происходит. То есть сидят они тут уже две недели. Хочу также вам показать, что тут у меня происходит. Помните, я тоже боялась, что этот пропадет, потому что вот этот, вот эти листья, они без клубня. Но, тем не менее, пошел листик. И там я видела, начался расти корень. Короче, растет там уже корень. Тут тоже есть корень. Надо купить будет грунт для кактуса. Сверху, хотя бы сверху сейчас присыпать, чтобы он сидел ровненько. Потому что заваливается, падает. Приходится постоянно его поправлять. То есть для этого цветка нужен грунт такой, больше для кактуса подходит. И удобрение тоже, как для кактуса. Вот видите, у этого шишечка есть. Вот, а у этого нету шишки. Но опустил корень. Тут какая-то печальная история. Не знаю, видно вам или нет. На столбе появились такие линии характерные, когда стебель сильно наполнился водой и может начать процесс загниения. Поэтому сейчас я его тоже не поливаю. Смотрю, что он клемается или нет. Этот листик заваливается постоянно. Тут что-то зелененькое началось. Может захочет пустить листик. Ребят, смотрите, день меня не было. Пришла и вот что происходит. Этот вазон решил полностью свалиться вот так вот. Бежать с горшка или что-то. В общем, он у меня лег. Это какая-то беда с этим вазоном. Ну а все потому, что здесь очень мягкий, рыхлый грунт для этого цветка многострадального. Ну а я уже заказала грунт для кактусов. Также заказала подкормку для кактусов и буду его спасать. А также заказала подставка, поддержка для вот этих листьев. Чтобы он так не заваливался. Хочется, чтобы он рос красиво и спасти вообще, чтобы он очапал и радовал нас. И как бы радовался сам. Прикопала я этот цветок. Поставила его на место. Эти стебли. Развернула к стенке, что если он надумает опять падать, то стенка будет ему пока опорой. Так, друзья, пришел грунт. И вот подставка для вазонов. Опора для вазонов. Сейчас распакую и покажу вам. Итак, смотрим, что пришло. Удобрение мастер агро. Это для кактусов и кактусовидных. Как раз подходит и для нашего долларового дерева. Вот для кактусов, то суккулентив. Как раз наш вазон суккулентной породой. Так, теперь. Хелпрост. Это для комнатных и садовых цветущих растений. Органическое удобрение с микроэлементами. И вот перечень микроэлементов. Также плюс аминокислоты. Если хотите, чтобы хорошо росли и цвели ваши цветочки. Вот такое вот хорошее удобрение. Дальше. Купила также комплексное водорастворимое минеральное удобрение. с хиолантными микроэлементами для корневого и крапельного употребления. Живлони. Это для декоративных, лиственных, комнатных растений. Универсальное. То есть подходит всем. Тут мы видим тоже растение такое, как у нас. Долларовое. Суккулентное. Также пальмочка, которая тоже у меня есть. И для остальных зеленых растений. Быстрое действие. Крепкие растения. И яркий зеленый цвет. То есть яскраво зеленью. Сзади тут написано. 5 грамм. Это 1 чайная ложка. Добавить 2 литра воды. И поливать под корень. 2-3 раза. С интервалом 7-10 дней. Весной, летом, до осенью. И, собственно, сам грунт для кактусов. Ну вот, а сама опора для вазона. Есть, конечно, подозрение, что она будет большая. Итак, смотрите, друзья. Вот я маленькой лопаточкой такой аккуратненько этот грунт выкапываю. И смотрите, вот свежий корень новенький. Вот тоже свеженький корень. Ой, упала, упала, упала. Вот такая вот шишка. Вся поморщенная. Но она не мягкая. Такая поморщенная. Вот листик новенький пускает. То есть не все потеряно. Ну, а так выглядит грунт для кактуса. Ну, мягкий тоже такой, не знаю, особо не отличается от остального грунта. Ну, может, тут особые микроэлементы и макроэлементы всякие для кактусов. Сейчас еще чуть-чуть тут подкопаю. И высыплю грунт. Так вот, аккуратненько лопаткой. Чтобы не повредить корни. Вот так вот. И высыплю вот этот грунт сюда. Вот у нас что получилось с этим цветком. Такая опора, она, конечно, высокая. Но меньше не было. Все я заказывала через интернет. Ну, вот, собственно, получился такой. 80 сантиметров эти палочки. И кружочек сам 30 сантиметров диаметра. Но все же это будет ему лучше, чем было до. И вот так грунты для кактусов я уже полностью сюда высыпала. Тоже не буду его поливать где-то 3 дня. А после полив удобрения. И буду поливать как кактус. Летом, может, раз в полторы-две недели. Также удобрять. Может, раз в месяц. А когда будет холодать, то уже буду раз в две недели, раз в месяц поливать их. Ну, вот что с маленькими вазончиками. Я решила им тоже грунт перемешать с кактусом. Тот, который был. И тот, который для кактусов. Но в большей степени я добавила для кактусов. И пока я там выкапывала маленькой лопаткой, они хорошо сами вышли из земли. И я решила пересмотреть, что у них там с корнями. Вот, видите, есть посохшие, погнившие корни. Я их убрала аккуратненько. И углем активированным черным я места, где убирала вот эти плохие корни, я обработала их черным углем, чтобы они дальше не портились. Вижу, что также появились свеженькие корни. Вот, пошел корень. Тут пошел корень свеженький. У этого корневая система хорошо начала разрастаться. Вот новенькие они совсем пошли. Также увидела, что тут листочек пускает. И вот маханьки листочек пускает. То есть эти малютки тоже хотят жить и борются за жизнь. Как могут. Я их тоже сейчас посажу аккуратненько. Сейчас они у меня немного обветриваются. Вот. И после того, как я их отправлю в грунт, я не буду поливать их где-то 3 дня. А после уже полью их удобрением специальным для кактусов. И буду наблюдать, как они будут себя чувствовать. И так, прошло у нас почти больше месяца. Хочу показать, что тут происходит. Листики покрутились. Сейчас будем смотреть, есть ли там клубни появились ли, корни. Вот листочки тоже эти сюда выставила. Уже хочу пересаживать. Кто там заклубнился, пустил корни, уже пересадить в их постоянный временный горшок. Например, вот такой вот. И пусть они уже там будут на временной постоянке. Когда они уже там подрастут еще, я пересажу уже в больше горшочек. Смотрим. Помните, здесь была штучка, которую я отрезала. Вот этот клубень. И похоже, что уже тут начинается процесс листочков. Вот. Также здесь вылезет листочек. Листики. Ну, вижу, что этому вазончику тоже маловато места. Не знаю, как-то он тоже весь изгибается. Либо поддержка ему нужна, либо его пересадить в горшочек побольше. Но в плане поглубже. Керамзит я подготовила. Мне осталось совсем чуть-чуть грунта для кактусов. Но есть универсальный еще грунт. Поэтому буду все смешивать. И высаживать. Давайте же посмотрим, что тут происходит. Аккуратно достаю. Размягчаю вот так вот. Земельку в стаканчике. Чтобы можно было без повреждений проще достать. Сделаю таким образом. Вот. Давайте заглянем. что тут у нас происходит. О, смотрите. Пустил уже хорошие корешки. Видите? Все, этот можно высаживать аккуратненько. Давайте посмотрим, что в этом стаканчике. Эти стоят уже хороших месяца два и более. То есть, у нас сегодня июль. Они у меня с мая месяца стоят. Сначала мая даже. Смотрим, что тут у нас. Вот, смотрите, ребят, тоже корешки хорошие пошли. Буду высаживать в один горшочек вот этого красавца. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, идет формирование клубня. И есть корни. Хороший экземплярчик тоже отправляется в горшочек. Смотрим, что дальше. Тут только начинает пускать корень. Так, что здесь пока тоже ситуация под вопросом. Будет еще... Ну, листочки-то вообще смеха-то. Ничего не происходит. Я их обратно зарою в надежде, что с них что-то получится. Переходим к этому горшку. Так, тут идет формирование клубней, но корней не вижу. Тут тоже идет зарождение клубня. Сможно скоро будут корни. Тут тоже начинает формироваться клубень. О! Вот этот, скорее всего, можно уже садить. Потому что вот начинают он корни пускать. Вот. Эту красоту мы посадим в один горшок. И пусть они уже на своем месте где-то годик будут расти в одном горшке. А вот это мы опять отправляем. Прикопаю и опять отправляем, пока они не сформируют клубни и от них не пойдут корни. Вот сделали мне дырочки в этом горшочке. Я насыпаю пирамзит. Я насыпаю пирамзит. Я насыпаю пирамзит. И вот столечко. И сейчас смешаю земельку. Универсальный грунт и для кактуса. Все насыпала под низом универсальный. Сверху для кактуса сейчас лопаточкой. Все это перемешаю до высаживать деток. Надеюсь, этот горшок не будет маловат для них. Прикопаю. Где-то примерно вот так вот был покрыт листик. Следующего где-то здесь. Здесь у нас пойдет ординарный. Тут уже хорошие корни. Прикопаю. Теперь здесь. Листик наш поставлю. Земелька хорошая, рыхленькая. Я их посажу и пару дней поливать не буду. Ну что земля еще влажноватая. Буду их пока тоже больше опрыскивать. Или если совсем земля просохнет, то буду доливать. По центру посажу нашего красавчика. Вот он. Может не так глубоко его. Еще вот шишечки должен пустить корни. Так вот аккуратненько его прикопаю. Прикопаю. И с этой стороны посажу этот. Вглубь туда пустят корни, укоренятся хорошенько. Тогда нужно будет уже поливать. Но это тоже должно пройти где-то хотя бы две недельки. Все. Так вот оставляю в этом горшочке их. После, когда уже пойдут первые листочки, я досыплю земли. Так пока им будет достаточно. Все готово. Давайте вам покажу, как чувствую себя вот этот большой вазончик. Видите, он живет. Подставочка хорошо работает. И вот насколько вырос уже листик. Я уже два раза удобряла за это время. А вот мои калы с луковиц или с клубней. Вернее, будут мои цветные калы. Кто не видел, выращивала я их с нуля. Весь процесс посадки, рост окал. И они вот так вот у меня за месяц выросли, красавцы. Кому интересно, можете посмотреть это видео. Ссылку на него я оставлю под этим видео в описании. Вот, красавчики мои. Этот очень шустрый. Шесть цветков выпустил. А это листик. Думала, цветочек. Это листик и такой лжецветочек. Там тоже прожилка такая фиолетовая. Видите, уже отцвели. И они приобрели вот такой вот цвет. При этом не высыхают ничего. Стоят такие зелененькие. Вот этот красивый. А это Пикассо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите также другие мои видео. Связаны с творчеством. И не только. Всем желаю удачи. И обязательно напишите в комментариях про ваши цветочки, вазончики. Что я очень люблю цветы, вазоны. И люблю, чтобы было много зелени. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.